В Подмосковье много талантливых коллективов, их необходимо поддерживать, давать возможность выступать на большую аудиторию, учиться у известных хореографов, а также перенимать опыт друг друга. Все это есть на фестивале «Город танцует в парках». Он уже второй раз проводится в Центральном парке культуры и отдыха Пушкина. «Город танцует в парках» В округе Пушкинский показать свои номера смогли 10 лучших коллективов. Их оценивали звездные члены жюри. Заслуженный артист России Егор Дружинин и победитель проекта «Танцуй» Александр Могилев. Чем отличается второй сезон от первого? Ну, во-первых, объемами, скажем так. Объемами тех зрителей, я надеюсь, которые приходят смотреть на конкурсантов, на участников кет-концерта, на мастер-классы, которые проводят эти ребята, тем резонансом, который сейчас окружает этот проект. Это огромная миссия, на самом деле, всего этого проекта, просвещение. И это не только про детей, которые выходят на сцену, это про зрителя, который привыкает к тому, что танец – это прекрасно. Вот это некая образовательная миссия того, что танцевать не только молодым детям и маленьким детям, но и взрослым – это нормально. Это огромная культурная миссия. Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу в составе от 2 до 25 человек. Возраст участников – от 10 до 25 лет. Круто, что Пушкин продвигается, выходит на новый уровень. Такие люди сюда приезжают к нам. Очень круто. Мы очень сильно рады. Шок. И вот телевизор видели, вот прям перед нами, перед носом. Это все, это вообще сказочно. Да. А вот сейчас это все вживую происходит. Мы танцуем. Для ребят это бесценный опыт, потому что сразу после их номера оценивали члены жюри, что удалось, какие элементы лучше заменить, над чем стоит работать. Детальный разбор был у каждого выступления. Я бы просто советовал, наверное, больше заниматься, потому что если вы будете, ну скажем так, лучшим танцом, что ли, в контемпорере, этот номер будет лучше выглядеть. На сцене выступали победители прошлого года, коллективы, которые принимали участие в первом сезоне, и, конечно, новые лица. После того, как участники показали свои номера, на сцену вышли танцоры из команды Егора Дружинина. Это участники шоу «Танцы на ТНТ». Всем участникам фестиваля вручили дипломы. Победу одержала школа интеллектуального танца «Палет». Именно их коллектив будет выступать на галоконцерте в сентябре. Я проиграла 12 мороженых. Мы стояли с ребятами, я говорю, давайте спор. Какой? Если вы выигрываете, я вам даю 12 мороженых. Если вы проигрываете, вы мне каждый дарите по одному мороженому, то есть 12 у меня. И они такие уже расстроены, такие, блин, мороженое будем отдавать, каверикадыровне. И вдруг нас называют. Ну, конечно, радость. Просто мы не ожидали. Закончился фестиваль танцевальным мастер-классом. Каждый смог почувствовать себя настоящим танцором. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяньков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.